Инвестиции на случай конца света. Именно так десятки людей со всего мира называют свои вложения в строительство крупного жилого массива в глухой Алтайской тайге. Буквально за несколько месяцев среди непролазных лесов появились дороги и линии электропередач. Основные же работы, по словам наблюдателей, проводятся под землей. Речь идет о возведении гигантского бункера, места в котором уже раскуплены. Чего боятся будущие обитатели подземного города и почему решили спасаться на Алтае, выяснял Алексей Марачев. Глядя на этого мужчину в глухом алтайском лесу, сразу и не скажешь, что он иностранец. Однако Джон Маккафи самый настоящий американец. И в сибирскую глушь он приехал, чтобы спастись от конца света. Я решил, что Америка это небезопасная страна для жизни, и я захотел найти место, которое более безопасно. Так вот, я начал изучать разные регионы планеты и обнаружил, что Алтай подходит мне больше всего. По словам Джона, к такому экстравагантному решению его подтолкнули российские коллеги по IT-индустрии. Однажды они рассказали о секретном строительстве в горах Алтая. Якобы здесь возводится автономный жилой массив на случай всемирной катастрофы. Маккафи набил справки, бросил интернет-бизнес в Калифорнии и перебрался в Сибирь. Я купил здесь небольшой дом в деревне, и теперь жду, когда закончат бункер в горах, чтобы переехать туда и жить, не думая о конце света. О том, что в Алтайских горах появится целый город, жители деревни Аюла заговорили в прошлом году. Здесь неожиданно стали прокладывать дороги и возводить линию электропередач. Вон там вот, не знаю зачем, 20 тысяч вольт провода подвели. Эти кадры сняты на камеру сотового телефона. По некоторым данным, так выглядит один из объектов будущего города. На поверхности всего несколько зданий. Остальные постройки спрятаны под землей. Вон и сам бункер, вентиляция. Дмитрий Такашев всю жизнь прожил в поселке Аюла. Мужчина уверен, комплекс на берегу реки – лишь часть будущего спасительного мегаполиса. По словам мужчины, основные объекты сейчас возводят выше в горах, на месте старой деревни, которую недавно расселили. Купили много земли для постройки нового ковчега. А вот жители, которые жили, их они не обидели. Все нормально сделали, как положено. Примечательно, что строительством занимается компания под безликим названием «Спецстрой». Только на Алтае таких фирм зарегистрировано с десяток. Но ни реквизитов, ни почтового адреса представители компании-застройщика не сообщают. При этом информацию о крупном проекте предприниматели подтверждают, но без подробностей. Возводится достаточно такая крупная инфраструктура, то есть жилые массивы, поликлиники, то есть детские сады и достаточно такая обширная, закрытая, полностью обеспеченная инфраструктура. Но почему для спасения от глобальной катастрофы был выбран отдаленный район Сибири? Ответ, похоже, нужно искать в трудах художника и знаменитого исследователя Николая Рериха. Почти сто лет назад мыслитель предсказал возможный конец света и указал место, где можно будет спастись – горный Алтай. Исследователь предупреждал, в первой половине 21 века землю ждут неисчислимые бедствия – засухи, наводнения, землетрясения. Миллионы людей погибнут, а выживут лишь те, кто переселится на Алтай, туда, где, по расчетам Рериха, находится таинственная Шамбала – край под защитой высших сил. Алтай имеет очень тесную связь с Шамбалой, тесную связь, потому что вот эта гора Белуха, священная гора для всех алтайцев, она овеяна легендами, связанными именно с Шамбалой. Сбудутся ли пророчества легендарного исследователя мистика, пока сказать сложно. Ясно одно – тех, кто верит предсказаниям Рериха о скором конце света, совсем немало. В подземный жилой комплекс вложили средства и обычные граждане, и государственные ведомства. Джон Маккафи, например, утверждает, что несколько его коллег из России и США также купили здесь жилье и уже готовятся к переезду. В том, что конец света наступит, они не сомневаются.